Привет, вы на канале Clownbox World Travel. Я Анастасия и я веду рубрику новости с границы Нарва-Ивангород, переход из Эстонии в Россию и обратно, кому надо. Вот сейчас у нас 12 ноября, 7 часов 17 минут. Вот мы видим, видимый кусочек очереди на площади всё-таки есть по сравнению со вчерашним днём. И в 7 часов, я посмотрела, ну даже без 15,7, вот был кусочек очереди, даже побольше видимый. То есть в 7 часов запустили 20 человек и очередь даже уменьшилась. Вот, ну будем смотреть, как двигается очередь. Вчера, по словам очевидцев, в очереди стояли совсем немного за первый, можно сказать, день, за всю историю этой очереди за последний год, я бы сказала. Ой, не год, ну где-то полгода, 6-7 месяцев. Вчера был достаточно днём, хороший день для перехода. Очередь, да, составляла максимум полтора часа. Позавчера тоже очередь была меньше, но вчера практически очередь вообще была невидимая. То есть, то есть вот этой части не было видно и оставалась только невидимая часть. В невидимой части иногда может быть стоять люди, которых мы не видим, ближе туда к входу границы примерно. Ну вот как раз, вот как я и говорила в предыдущем видео вчера, там от 20 минут до полтора часа. Вот так и получилось. Вчера стояли полтора часа. Вот. Но вчера я не увидела автобуса. Может быть, вчера было ещё меньше перелётов, как бы меньше рейсов из разных городов, там Европы, в Таллинский аэропорт. Вот люди в основном приезжают, основная часть очереди, это люди, приезжающие в Таллинский аэропорт из разных стран, городов. Вот приезжают на таких больших автобусах-шаттлах. Сейчас стоит такой вот, по-моему, Балтик-шаттл. Вот. Люди выходят, встают в очередь. Этот переход только пешеходный. Люди переходят, и на той стороне в Ивангороде выходят, идут прямо-прямо немножко пройти. Там стояночка точно таких же фирм-автобусы, только на российской стороне, которые довозят людей до Санкт-Петербурга, до автовокзала. Вот. Но всё-таки тенденция такая, что очередь небольшая. Вот. Мы все надеемся, что такое будет хотя бы, вот такая отдушина нас будет радовать. Хотя бы три недели, там и больше, мы надеемся. Ну, наверное, до каких-то там рождественских, предрождественских праздников. Так что всем хорошего перехода, кому надо по делам и обратно. Люди приезжают из разных стран Европы и других стран, имеющие двойные, там, тройные гражданства. Всякое бывает. Бывают и четверные гражданства, я вам хочу сказать. Вот. Люди, европейские граждане посещают Россию по необходимости в основном. и возвращаются иногда этим же путём, иногда другими путями. И до открытия границы, до 7 часов утра, тоже была очередь из России, тоже. И сейчас мы перейдём на другую российскую камеру и посмотрим, есть ли сейчас очередь. Ну, я думаю, после открытия, конечно, все прошли. Там, наверное, тоже пришёл автобус, поэтому собралась очередь. Ну, вот, пока я говорю, больше не продвинулась, но вроде бы. Ну, посмотрим, как будет двигаться, будем держать вас в курсе. Всем хорошего дня. А сейчас вообще-то ещё посмотрим, очередь с российской стороны есть ли. Так, ну, вот тут... Сейчас я увеличу ещё. Нет, сейчас тут уже нет очередь. Тут была небольшая очередь перед открытием. Видимо, пришла маршрутка небольшая из Санкт-Петербурга. Вот сейчас пропустили уже всех. Может быть, внутрь запустили. Может, уже прошли люди. Ну, мы помним, что по ходу следования из России, из Ивангорода, вещи не досматривают так тщательно, как по ходу следования из Евросоюза. Здесь человек, попадая вот сюда, внутрь пункта таможенного, ставит вещи, свои чемоданы на ленту автоматизированную. Как бы вещи проезжают через сканер. Люди проходят через рамку, то есть их как бы просвечивают на какие-то металлические и видео. Там смотрят видео в сканере, нет ли каких-то подозрительных предметов. И здесь не просят открывать чемоданы, не смотрят сумки. Ты сразу идёшь в окошко, показываешь паспорт и проходишь. Поэтому здесь быстрее проходит очередь гораздо. Вот, в отличие от следования из Европы, из Нарвы. Ну, вот такие вот новости. Будем следить за новостями. Я сейчас в Таллине. Но я скоро приеду сегодня уже и вечером во второй половине дня где-то, ну да, ближе к вечеру сниму живое видео прямо с площади Петровской из Нарвы. Завтра утром тоже сниму видео живое с Петровской площади в Нарве. Так что будем держать вас в курсе. Подписывайтесь на телеграм-канал. Который называется Нарва. Чекпоинт у Веда Анастасии латинскими буквами. Также смотрите мои видео из прекрасного Таллина. Сегодня выйдет видео о том, как мои знакомые сняли квартиру в Таллине. Вот они будут жить в Таллине. Они переехали, да, из России. И также выйдет видео много красивых и Сталина, и интересных. Так что подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите и другие видео. Всем хорошего настроения, осуществления планов и задач.